Добрый день! В эфире «Живой журнал губернатора» поговорим о главных событиях недели. Это программа первая в новом году и я бы хотел акцентировать внимание о том, что новый 2016 год он будет проходить под эгидой 300-летия города Омска и все планы, которые мы сегодня верстаем на то, что нам нужно сделать в этом году, безусловно связано с празднованием этого знаменательного события для нас. Здесь мы не только говорим о городе Омске, мы говорим о всей области и каждому из нас, где бы он ни был, кем бы он ни работал, где бы он ни жил, всем амичам сегодня нужно приложить максимум усилий для того, чтобы этот праздник прошел на высоком должном уровне. Безусловно, не все будет зависеть от денег и от финансирования. Все будет зависеть от того, как люди сами готовы встретить этот праздник, как отнесутся к празднованию этого события и какой вклад омичи готовы вложить для того, чтобы этот праздник прошел достойно, так как мы его ожидаем. Поэтому я надеюсь, что все амичи, безусловно, примут в этом участие. Сегодня на планерке, на совещании было дано поручение Министерству чрезвычайных ситуаций. Это взять на контроль все дороги на территорию Омского региона. Это дать телефонные службы спасения. Это создать пункты обогрева на федеральных трассах. Это взять под контроль выезд, особенно того транспорта, где находятся дети. Дано поручение заместительным представителям правительства отменить перевоз детей в школьные учреждения, в школьных автобусах, пока будут сильные морозы на территории региона. Это буквально 2-3 дня, но, тем не менее, лучше остановить передвижение, чтобы не было каких-то эксцессов. И дано поручение будет всем главам администрации взять на контроль передвижение людей в морозы, постараться минимизировать ту чрезвычайную ситуацию, которая может возникнуть в случае вот такого похолодания. Мы подводили итоги выполнения майских указов президента. И те основные параметры, о которых говорил президент майских указов, это детские сады, предоставление мест детям от 3 до 7 лет в дошкольных детских учреждениях. Это те люди пожилого возраста, которые должны получить достойное проживание в социальных домах. Это семьи, многодетные семьи, которые должны получить были участки, и которые сегодня стоят на очереди за получением этих участков. Это многофункциональные центры по предоставлению услуг. Это все те задачи, которые представил президент в своих указах. И, безусловно, я хотел бы сказать, что при подведении итогов можно было четко определить, что все поручения, которые давал президент, мы выполнили в полном объеме. Но хотелось бы отметить, что это не значит, что 1 января 2016 года это все остановилось и дальше продолжаться не будет. Безусловно, над этим нужно работать, эту работу нужно продолжать. Мы видим, насколько сегодня растет тенденция по рождаемости детей. Предварительный подсчет нам дал за 2015 год рождение 28 тысяч юных амичей. На прошлой неделе мы открыли еще один новый детский сад на Левом берегу. Это уже стала хорошей традицией завершать год открытием новых детских садов и начинать год открытием дошкольных учреждений. Правительство Омской области проработало план мероприятий по ремонту и строительству дорог на территории Омского региона. Это, отмечу еще раз, трехлетний план. Основной упор, я уже говорил об этом, мы будем делать на север Омской области и на областной центр на территории нашего региона. Безусловно, тот конкурс, который прошел, и омичи определили перечень улиц, которые сегодня необходимо сделать в областном центре, он практически на 90% совпал с мнением Министерства строительства и мэрии города Омска. Особенно первая идет в списке улицы Лукашевича. Я в выходные дни специально поехал, посмотрел. Улица не удержит никакой критики. И, безусловно, то, что Омичи определили ее как первостепенной, я уже дал поручение и мэру города, и министру строительства, что вот то, что там, где люди проголосовали, нужно взять приоритетом. Поэтому ту сумму, которую мы определяли, в том числе и на муниципалитеты, это, я говорю, о миллиарде рублей, безусловно, практически все придется заложить в бюджет по ремонту дорог на территорию областного центра. Потому что заявок поступило очень много. Мы понимаем, насколько это большая сумма, но, тем не менее, мы максимально постараемся все дороги в Омске привести в надлежащее состояние. На прошлой неделе мы подписали соглашение с омским землячеством. В соглашении мы определили основные приоритеты, как нужно продвигать Омский регион за пределами нашей территории, какие основные моменты нужны сегодня для того, чтобы Омская область звучала и в других регионах в положительном тренде. Это и продвижение омских товаров за пределы нашей территории. Это патриотическое воспитание молодежи. Это и шефство над ребятами, которые служат в том числе и в Москве и Московской области. Это участие в мероприятиях, посвященных Великой Победе. Это и мемориал в городе Севский. Это участие землячества и совместно с правительством в городе Брянск. Это участие наших хомячей в дни празднования, посвященные освобождению города Москвы. Там принимали участие практически основной костяк по защите Москвы. Те, кто отстоял Москву, это были наши сибиряки. Безусловно, эту работу нужно продолжать, над ней нужно работать. И вот этим как раз и занимается землячество. Люди порой не знают, кто рядом с ними живет. Насколько люди бескорыстны и отзывчивы. Насколько люди готовы отдать самих себя для служения обществу. И вот в рамках вот этого социального проекта «Народный герой» поступило колоссальное количество заявок. Не просто заявок, а рассказы о людях, о которых, к сожалению, многие, вот еще раз говорю, может быть, кто-то забыл, кто-то не знает, кто-то не показал этих людей. И это очень важно, чтобы люди понимали, что о них помнят, что с ними можно поговорить. Они могут что-то рассказать поучительное и хорошее, в том числе и об Омской области. И я считаю, что этот проект очень важен и нужен на территории. И, безусловно, мы его поддержим. И мы на оргкомитете определили, что сделаем отдельный приз губернатора тем, кто сегодня достоин заслуживать нашего внимания. Я готов каждому участнику, кто вошел в этот проект, лично пожать руку и сказать огромное спасибо за то, что вы живете на территории нашего региона. И каждый по чуть-чуть, по капельке, но делает все для того, чтобы регион развивался и процветал. На сегодня это все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok